здрасте ребят в этом видео мы поговорим вернее разберем зачем нужен вот этот расширитель тут внизу и зачем нужен тот расширитель наверху а сейчас покажу зачем пойдем чтобы не было как у соседа вот так взглянуть изначально проем выглядел вот так у нас тут внизу сэндвич у нас тоже самый сэндвич наверху зачем строители это сделали ввиду того что строится энергофактивный дом ближе к пассив хаос то ребята утеплили весь бетон который привязан к дому чтобы никакого соприкосновения холода не было самой плитой поэтому они снизу поставили 10 10 сантиметров экструдированного пенополистирола до залили стяжкой а наверху у нас 6 сантиметровый мультипор и поэтому вот верхняя губа она опустилась на 6 сантиметров нижняя губа она поднялась на целых 12 сантиметров в чем состояла наша задача как монтажников окон мы должны вообще убрать вот эту зону холода чтобы не позволить ей чтобы она перешла в сам дом то же самое и наверху ее нужно было срезать чтобы она не переходила сюда в дом мы поставили снизу расширитель либо добавочный элемент для чего мы это сделали мы сделали для того чтобы вот эта стяжка который снаружи ни в коем случае не прикасалась со стяжка который есть которая будет внутри тут у нас получается вот такой терморазрыв он не позволит стяжки с улицы попасть вовнутрь то же самое если вы посмотрите у нас наверху сюда мы тоже поставили добавочный элемент на 60 миллиметров такая такая же задача у него он не позволит холоду снаружи попасть вовнутрь насчет сарказма который показал соседа у той двери снизу не было ничего она стояла на двух кирпичах да и снизу она была пустая какая будет ошибка строители которые занимаются там стройка не просто зальют стяжку сплошняком что внутри что снаружи и получится что вот нижняя частью двери она всегда будет холодной и там будет мостик холода в энергоэффективных домах это нельзя нельзя так делать но вообще не только в энергии в энергоэффективных домах вообще в любом строительстве это очень большая ошибка в данном случае как у тех ребят они снизу тоже должны были поставить расширитель там бы расширитель играл двойную функцию то же самое как и тут этот терморазрыв улица холла и плюс к этому вся нагрузка окна 2 и она будет передаваться на расширитель из расширителя но уже будет передаваться на бетон в данном случае вся нагрузка двери передается на тот кирпич который ребята который будет заливать стяжку вытащат и опора двери она исчезнет не будет никакой опоры двери поэтому наш совет не делайте таких глупостей как есть там делайте вот такую штуку как кто-то рассчитывайте вот этот расширитель в зависимости от стяжки насколько она будет если то что будет на 5 значит ставьте расширитель на 5 на 10 ставьте на 10 и он будет служить и как терморазрыв улица дом и будет как опорный элемент через который будет передаваться нагрузка двери на само бетонное плиту в этом видео мы разобрали зачем нужен добавочный элемент снизу если вам видос понравился ставим палец вверх подписываемся к нам на канал будет очень много интересного ставьте колокольчик чтобы первыми быть оповещенными об историях нашей компании до скорой встречи пока пока